Сериальное происхождение Джея Гаррика. И да, сериальное происхождение Джея Гаррика отличается от Камиксячева. По Камиксячему, если я не ошибаюсь, это персонаж Земли 2. То есть вообще-то персонаж придуманный ещё в золотом веке комиксов, то есть в начале 20-го столетия. А позднее, когда они решили придумать сначала новых персонажей, а потом решили и старых как бы не выбрасывать, они сказали, что вот новые персонажи это как бы на Земле 1, а старые персонажи на Земле 2. И туда же как бы закинули Джея Гаррика и ещё кучу общества справедливости Америки и кучу всяких других, неважно кого. И вот, по его изначально придуманному происхождению, свой образ он как бы скопировал с бога Гермеса. И это, в принципе, соответствует всему, как должно быть. У Гермеса изображались с древней античности, у Гермеса изображались крылья на шлеме, крылья на посохе и крылья на сапогах. Иногда ещё и на браслетах. Соответственно, у Джея Гаррика изображались так же само крылья на сапогах и на шлеме. Ну, какая-то тарелкообразная, шлем-каска или что оно вообще такое. Вообще, бежать с такой штуковиной на голове – это кошмар. Просто она должна быть или ремушками наглухо привязана к голове, или она будет падать постоянно. Это вот представить, что человек на сверхскорости бежит с такой вот тарелкой на голове, ничем не прикреплённой – это сложнее, чем представить реальность Спидфорса. Это сложнее, чем представить что угодно из сериала «Флэш». Это просто кошмар. И вот, сейчас как раз я буду говорить о происхождении Джея Гаррика в рамках сериала «Флэш». Происхождение отличается от комиксячего. Отличается. Отличается тем, что, во-первых, Джей Гаррик с «Земли-3». Его становление Спидстером через нюхание паров тяжёлой воды, скорее всего, остаётся. На основании чего я так говорю? На основании того, что в начале второго сезона сериала «Флэш» Хантер Соломон, изображавший из себя Джея Гаррика, рассказывал эту историю. И как было показано в последующих сериях, эта история не становления Хантера Спидстером. Он стал Спидстером, когда его ударила волна тёмной материи во время того, как его пытали, то ли лечили в психушке. И, скорее всего, он эту историю рассказал, которую он узнал на «Земле-3» о настоящем происхождении Джея Гаррика. Джея Гаррик является аналогом Генри Аллена с «Земли-1». Это также было интересно обыграно в сериале, то есть баран-олень Барри Аллен такой думает, «Чё это такое? Это ж папочка! Папочка!» А этот человек вообще его не знает и в глаза не видел. Но это для меня чуть-чуть странновато. Для меня чуть-чуть странновато, потому что они показывали вообще, насколько похожи «Земля-1» и «Земля-2». Позднее я даже пересмотрел некоторые элементы. Получается, на «Земле-1» показали такой интересный сюжет, что Циско апгрейдил шлем Джо Дигла. Дигла — помощника стрелы. И как бы это вообще было ни к чему там. Сотрудничество в той серии Флэша и Дигла, оно и так должно было бы случиться, так как там и Аргус был замешан и много чего другого. И зачем они это сказали? Я это воспринимаю как намёк на то, что шлем, отбирающий у Джея Гаррика силу скорости, был создан Циско с Земли-2. Такое объяснение, хоть оно в сериале прямо и не давалось, но оно вполне допустимо, исходя из сюжета сериала. Однако, вот сила скорости Джея Гаррика по выдумкам DC отличается от силы скорости остальных Флэшей. То есть, хотя там много разных, там чуть ли не каждый автор по-своему всё это пишет, однако, по данным многих обзорщиков, которые читали комиксиатину, суть в том, что он не связан напрямую со спидфорсом. У него это как-то по-другому, хотя как это непонятно. Но, в принципе, в мифологии DC присутствует как бы и Супермен, тоже сверхскоростной, ещё ряд сверхскоростных персонажей, не связанных со спидфорсом, силой скорости. Поэтому какая-то здесь такая некая отдалённая логикообразность присутствует. Не логичность, а логикообразность. Заметьте это. И тогда вот это всё сходится, что как бы Зум его и держал на всякий случай, но в то же время силы скорости у него выкачать не мог, потому что тот сам её не обладает. Хотя, возможно, если этого персонажа будут показывать в третьем сезоне, возможно, как-то и ему придадут стандартную силу скорости для того, чтобы, допустим, её можно было выкачивать. Не знаю, это уже всё теории. Итак, последняя деталь становления Джея Гаррика по сериалу – это шлем. Шлем, который по комиксам изначально как бы и должен быть шлемом Джея Гаррика. Однако оказалось, что это Хантер Соломон взял, типа, в честь своего отца, потому что на Земле 2 – это как бы шлем военных. Как бы мне сложно понять, что имели в виду и имели в виду хоть что-то сценаристы, когда это всё запутывали. Зачем это надо было делать? Но, как бы, получилось, что этот Джей Гаррик под конец 23 серии, во-первых, откуда у него взялся костюм, похожий на костюм Барри Аллана. И здесь у меня сразу вопрос к этому костюму. Вопрос к костюму этому. Где он взялся? Он хранился в логове Зума? Или как? Или кто его создал? Вот я отдельно буду, создам отдельное видео по всем их костюмам. С этими костюмами ересь дикая творится, просто. Следующий вопрос. Если он не хранился в логове Зума, а его по-быстрому создал Циска, почему он внёс отличия относительно костюма Флэша? Ай, ладно, это пока не трогаем. И самый глючный глюк. Джей Гаррик такой говорит, ладно, Зум у меня забрал типа имя, забрал как бы образ мой. Теперь я забираю его шлем. Ладно. Зачем? Зачем? Ну, и всё-таки интересно, что у него, как и у комиксячего Джея Гаррика, как и у Зума, как у Хантера Соломона, который изображал из себя Джея Гаррика, у него отдельно идёт вот эта куртка красная с молнией, что он типа флэш, и отдельно идут чёрные штаны. То есть, это отличается от костюма Зума, отличается от... Ну, от стандартного костюма Зума, чёрного того. Отличается от костюма Барана Оленевича, и отличается от костюма Эдди Туна. Снова вопрос, почему у Зума копия костюма Барри Алана? Ладно. Это тема для следующего видео. Вот. Это было краткое описание сериального происхождения Джея Гаррика, то есть, его финальное становление осуществилось фактически на Земле-1, после того, как его освободили из логова Зума на Земле-2. Но сам он герой с Земли-3. И это важный момент, важный, который позднее нам пригодится. Видео, которое будет называться «Теории и возможные сценарии развития третьего сезона». Поскольку, просмотрев всего лишь 21-ю серию, я практически предугадал многие сюжетные линии 23-й серии. Вернее, правду сказать, я их не предугадал. Я просто вижу те или иные тенденции и вот говорю, что да, такую тенденцию могут осуществить. Но я не утверждал, что все они сбудутся, и не все они сбылись. А некоторые мои предположения отчасти сбылись. Как то, что Кейтлин как бы... Ну да, они намекали, что она может перейти на темную сторону, но они все-таки не показали ее переход, а показали, что типа она Зуму говорит, я уже перехожу, перехожу, вот, давай. Переходите на канал, а не на темную сторону. И подписывайтесь на канал, чтобы не поглотила вас темная сторона спидфорса. Ибо заразитесь баранизмом-оленизмом и будете глючить. Не надо такое делать. Переходите на мой канал, подписывайтесь. Это защитит вас от темной стороны спидфорса. Спасибо.